Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Бывшие сотрудники одной из крупнейших текстильных фабрик «Меланж» в Шимкенте просят возобновить производство. Сегодня они пришли к пустующему зданию, чтобы выразить недовольство по поводу простой и некогда успешного предприятия. Вид этого пустующего здания больно ранит бывших работников. Вот уже несколько лет они добиваются, чтобы предприятие снова заработало. Ведь в цехах буквально ржавеет новейшее текстильное оборудование. ПК гробит наше предприятие. И почему мы должны страдать? Люди не могут нормально жить, нормально квартиры получать, нормально оплату производить. Они этого не могут. Почему? Мы ждали. Сдвига нет. Поэтому мы сейчас к средству массовой информации выходим. Подойти ближе к зданию бывшие сотрудники не могут. Уж больно сердит и здесь охранник. Да-да-да, мы с туда поговорим, выйдем. На фабрике «Меланж» производили ткани, нитки, пряжу, постельное белье и полотенца. Готовая продукция пользовалась огромной популярностью не только на казахстанском рынке, но и за рубежом, уверяют текстильщики. Мы отправляли и экспортировали свою продукцию в 26 стран мира. Неоднократно продукция награждалась премией «Алтын Сапа». Но в апреле 2016 года предприятие было остановлено. Текстильные фабрики компании «Иютекс» и «Меланж» получили у Банка развития Казахстана более 10 лет назад 177,3 миллиона долларов. И предприятия действительно успешно работали. Но в 2010 году резко выросли закупочные цены на хлопок, из-за чего продукция стала неконкурентоспособной. Долги копились, предприятие было на грани банкротства. Позже были еще попытки реанимировать фабрику. Но в 2016 в цехах окончательно наступила тишина. Верховным судом Казахстана было постановлено, что полностью имущество переходит на баланс инвестиционного фонда «Казахстан», который принадлежит Банку развития Казахстана. Теперь мы можем работать с инвесторами, и у нас в планах все-таки реабилитировать это производство. Правда, сообщить точные сроки запуска предприятия-чиновники не смогли. А бывшие работники мечтают вернуться за свои станки. Не знаю, верить ли им.